Девушки отдыхают Девушка закрыта. Каждое утро они будут рассказывать вам о том, что происходит за этими закрытыми дверями, о закулисье утреннего города и о том, сколько невероятных возможностей большой город готов предоставить вам сегодня. Этим утром с вами Леонид Марколин и Алиса Селезнёва. Сегодня в программе. Заряженное утро. Встречаем его ударными порциями труда на спортивных тренажёрах. Завтрак для эрудитов. Готовим из полезных продуктов для работы мозга и памяти. Киноутро Агнии Кузнецовой. На съёмочной площадке вместе с одной из самых ярких актрис нашего времени. Мой ласковый и нежный зверь. Самые удобные породы собак для жизни в городе. Ну где он, а? Уже пора? Лёня, алло. Да, Алис, ты где? Я бегу. Я тебя уже час жду. Где ты бежишь-то? Где ты меня час ждёшь? Я в спортзале уже занимаюсь. В спортзале? Мы уже договорились с тобой. Интересно, интересно. В спортзале. Лёнь, ну что я могу тебе сказать? Ну займись чем-нибудь полезным, я не знаю. Ещё один подход на пресс. Ну сколько можно качать пресс, Алис? Тогда давай ещё одно движение отрепетируем. Давай-ка ритмичный поворот головы влево. А? Я реально здесь уже час. Умотался, бедя. Я просто парковался целый час. Физкульт, привет, Лёня. Приветик. А что, это у вас новое колечко какое-то, да? Ну это у вас кольца, а у нас гаджеты. Это мой новый плеер в Sony Walkman WS610. Вот это? Да. Что да? Алё. Серёга. Да-да-да. Не могу говорить сейчас. Ага. В спортзале. Всё, давай. Давай, со звона, ага. Лёня, это ты хочешь сказать ещё телефон? Нет, это плеер, просто он коннектится с телефоном через блютуз. Ты какой продвинутый, прям ты Джеймс Бонд. А скажи мне, пожалуйста, вот это всё не мешает тебе заниматься спортом, нет? Наоборот, наоборот. Очень удобно. Слушаешь музыку, бегаешь. Он очень лёгкий. Через несколько минут перестаёшь его вообще чувствовать. И самое главное, обрати внимание, никаких вообще проводов. Просто нет. Действительно, никаких проводов. Слушаешь музыку и бегаешь, да, Лёня? Да, и бегаешь спокойно себе. Ну так, побежали, Лёня? Алис, подожди. Вперёд, навстречу рекордов. Давай быстрее, быстрее. Алис, стой, подожди. Это не мой темп. Алис, я сейчас здесь сейчас был. Я уже час берусь здесь. Алис, не комментируйся. Зачем опоздать. Семь часов утра, а двери старейшего фитнес-клуба в Москве уже распахнуты для первых клиентов. Кто-то приходит сюда за тонкой талией, кто-то за крепкими бицепсами. Здесь для каждого найдётся свой супертренажёр и суперинструктор. Я персональный тренер, моё утро начинается с тренировок, поэтому я начинаю готовить тренажёр и весь необходимый инвентарь для них. Ставлю маленький вес, потому что разминку лучше начинать с самых маленьких весов, чтобы не травмироваться. Это театр начинается с вешалки, а фитнес-клуб с ресепшн. От этой очаровательной девушки зависит, с каким настроением посетитель сядет на велотренажёр или отправится плавать в бассейне. Вот он, джентльменский набор утреннего любителя здоровья. Полотенце и ключик от шкафчика в раздевалке. Всё, можно начинать новую жизнь. Если не с понедельника, то хотя бы с утра. С утра я прихожу заниматься, потому что в конце рабочего дня я уже никакой, нет сил и выжатый как лимон. Вот этот тренажёр, этот, для спины. Следующий, смотри. Он тоже для спины. А вот этот знаешь для чего? Для спины. Выбирай любой, с какого начнём. Давай начнём с того, что ты мне всё-таки расскажешь, что мы тут делаем и для чего у меня такая крепкая спина. Любой человек тебе скажет, что знаменитость должна начинать своё утро с нагрузок. Ты у нас вроде как знаменитость. Так. Ты ведущий у нас утреннего шоу. Так. Поэтому давай-ка нагрузим тебя, а? Давай, присаживайся. Присаживайся, присаживайся. Хорошо, ладно. Хорошо, села, хорошо, вот. Но неправильно. Повернись немножко. Перевернись. Давай, давай, давай. Давай. Тоже неправильно. Поворачивайся, поворачивайся. Так, так, крути, трудь. Это я могу? Вот, хорошо. Ноги красивые, но немножко ниже. Да, 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 ставь их. Сюда, да, хорошо. Ручки вытягивай. Так. И сейчас тянешь медленно на себя. Готова? Нет. Поехали. Раз, два. Раз, два. Отметить хорошее начало дня можно самыми что ни на есть натуральными витаминными коктейлями. А когда соберется компания побольше, заполнятся и другие залы. Степ, йога, пилатес, стретчинг. Узнать, что означают эти модные слова, а также попробовать все это на себе можно будет здесь, в залах для групповых занятий. Алис, я тебя там жду гантели тягать. Да, ну. А ты здесь какой-то ерундой занимаешься. Ну какая это ерунда. Лёнь, это йога вообще, это не ерунда. Я тут посмотрела, у них здесь столько всего, вообще глаза разбегаются. Одними гантелями, как говорится, сутки не будешь. Ты как настоящая женщина, знаешь, пришла как будто в магазин. Ну. Гантели примеряешь, выбираешь, чем тут заниматься. Ну, а как? А как по-другому? Ну, Лёнь, у них тут, понимаешь, тренажерный зал. У них тут и пилатес, и бассейн. Занимайся. Занимайся, ты правильно все делала, я через час вернусь. Бурлящие воды гидромассажной зоны бассейна так и манят запрыгнуть в эти пузырьки. А засмотревшись на фикус, можно ненадолго поверить, что ты не в центре Москвы, а где-нибудь на Карибах. Особенно, если представить, что фикус – это пальма, а гидромассажная ванна – водопад. А желающие уплыть от серых будней и получить заряд бодрости с утра пораньше, заняли свои места на плавательных дорожках. Хорошо плывут. Лёнь, ты что, хочешь сказать, что твой уокман ещё и водонепроницаемый? Конечно. Я теперь спокойно могу купаться и слушать музыку одновременно. Ну, Лёньчка, теперь ты можешь положить начало российской сборной по синхронному плаванию среди мужчин. Да нет, но у них слишком интенсивный мейкап, а у меня, знаешь, кожа сохнет. Ой, нежный какой. Нет, 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 нет. Алис, ну как приятно заниматься спортом, когда перед тобой открывается вот такой вид? Ну, если уж на то пошло, Лёнь, заниматься вообще приятнее на свежем воздухе. А то, что же, это как в школе получается, да, за окном, отличная погода, а ты сидишь себе дома такой, потому что домашку не доделал. Слюньки-то текут. Ну, у тебя постоянно текут слюнки. Может, ты просто голодная ходишь? Ну, кстати, вообще-то нет. Я вот, если честно, с утра совсем не завтрак, мне не хочется. Я лучше лишние 15-20 минут поспелить. Если бы я тебя сюда не вытащил, ты бы сейчас точно спала. Точно спала, да. А, между прочим, это неправильно. С утра надо хорошенько покушать. Да, даже через не хочу, это полезно. Слушай, ты меня сюда привел через не хочу. Я теперь что, всё в своей жизни буду делать через не хочу? Нет. Только кушать. Завтракать. Учёные обнаружили. Чем разнообразнее завтрак, тем выше активность мозга. Подарят заряд бодрости привычные нам продукты. Нам понадобится мясо. Мясо – это достаточно полезный продукт, который содержит большое количество белка, который содержит много минералов и витаминов. Витаминов особенно группы В. В12, которая отвечает за деятельность нашего мозга. Ещё у нас тут яйца, которые содержат холин, которые помогают нам лучше сосредотачиваться и быстрее думать. В курином белке содержатся вещества, стимулирующие наш мозг лучше, чем кофе. Этот напиток помогает сохранять бодрость пару часов. А съеденное на завтрак яйцо гарантирует эффективную работу мозга весь рабочий день. Ну что, давайте приготовим наш прекрасный завтрак для эрудита. На кухне нас ждёт сеанс одновременной готовки на двух сковородках. Отдельно жарим яичницу и говяжью вырезку. Мясо обжаривается на сильно разогретой сковороде, чтобы быстро образовалась корочка. Она не позволит мясному соку вытечь, и наше филе миньон будет поджаристым снаружи и сочным внутри. Спаржа выбрана в качестве гарнира не случайно. Она содержит фолиевую кислоту, которая отвечает за скорость мышления и укрепляет память. Солим и перчим блюдо в самом финале. Если добавить соль при жарке, она вытянет из мяса влагу, и оно станет менее сочным. Говорят, соус может скрыть миллион огрехов готовки и сервировки. Посыпаем все еще раз перцем. И наш завтрак готов. Приятного аппетита! На все про все ушло 15 минут. Совершенно в соответствии с поговоркой французских кулинаров. Готовь быстро, ешь медленно. Шеф-повар советует есть плотный мясной завтрак несколько раз в неделю. В принципе, нужно есть все. Единственное, что, наверное, все-таки нужно чередовать. То же мясо, оно хоть и полезно для человека, но каждый день тоже не рекомендуется, потому что продукт достаточно тяжелый. А еще для активной деятельности нашему мозгу необходима глюкоза. А она в идеальном сочетании с витаминами находится во фруктовых соках. Сейчас мы будем готовить замечательный напиток, который просто отлично подходит для начала хорошего дня. Это апельсиново-грейпфрутовый фреш. Нарезаем фрукты поперек. Так они лучше отдают сок. Даже цвет и запах цитрусовых работает на улучшение настроения. Калий, скрытый в оранжевых фруктах, избавит от сонливости и настроит на быстрое решение задач. Пожалуйста, наш напиток готов. Лёнь, смотри, что у меня есть. Ага. Ты что, снимаешь, что ли? Ну, хватит! Ну, блин, ну, прекрати, Лёнь, ну, зачем ты? Ну, прикольно, жесть. Ты как папарацци себя ведешь какой-то. Ну, давай, давай, сфоткаю еще. Не надо, все, прекрати. Почему надо было выбрать именно вот этот вот момент для съемок? Ну, ты знаешь, публика в интернете сейчас очень любит знаменитостей в нижнем белье. Нет, конечно, спасибо огромное тебе, да, за сравнение с Дженнифер Лоуренс. Но твоя лесть тут не сработает. Звезды интересны простым людям, причем и одетые. Сегодняшнее утро мы встречаем с актрисой Агнией Кузнецовой. В кино ей часто достаются острые роли – героини с характером и нелегкой судьбой. Но она не боится решать сложные задачи. Вставать на съемки засветло – тоже не проблема, но при одном условии. В 7 утра вставать интересно, если ты едешь на съемочную площадку, и у тебя там будет встреча с классными партнерами, например. Сегодняшнее утро – как раз такое. В 9.00 – мотор на съемочной площадке фильма режиссера Рената Доблетьярова «О зоре здесь тихие». Это новая экранизация повести Бориса Васильева. Всегда хотела сыграть в военной картине. Это первая картина военная у меня. Это очень интересно. Агния играет одну из главных ролей. Она очень сдержанная, светлая, нежная. Это же все-таки девочка, которая только-только начала жить. Сегодня все сцены снимаются с ней. Такие дни, по словам Агнии, самые приятные. Ой, ну это же радость, когда я только в кадре. Мне еще 28 человек. Наоборот, хорошо, когда только твои сцены, тобой только занимаются. Но в обычной жизни рано вставать актриса не любит. Поэтому в процессе интервью добавляет мечтательно. Вот если бы съемок вечером-ночью было побольше. Мне нравится ночные сцены, потому что в какой-то момент сон уходит окончательно, и в 3 часа ночи открывается второе дыхание, и ты начинаешь хулиганить. Подготовительный процесс закончен. Актеры перемещаются на съемочную площадку. Сейчас мы находимся в здании педагогического университета в Москве. Справа памятник героя Советского Союза. Студентка, между прочим, института. Вот тоже военная. Видите, как у нас в картине. Съемки в университете в самом разгаре, но занятия не прекращаются. А что у вас там? Фольклорусная, родная, творческая. Лекция? Да, лекция. Ну, заходите. На переменах к месту съемок стекается множество зевак. Всем интересно посмотреть, как проходят съемки фильма. Многие хотят сфотографироваться с главной героиней, но Агния не любит отвлекаться от съемочного процесса. Но иногда в перерывах позволяет себе сделать несколько снимков на память. Обед сегодня непривычно рано. Лучше всего вот фрукты и салат на завтрак. Ну, можно какую-нибудь кашу, если успеешь, конечно, дома приготовить. Потому что съемочная площадка бывает разная. Сейчас мы в Москве в прекрасном помещении. Можем себе позволить обедать в столовой, например. А если мы в лесу, что нам делать? Съемочный день продлится до позднего вечера. Но суровые будни Агнию не пугают. Ведь она умеет задать себе настроение с самого утра. Самое лучшее утро – это, конечно, сидеть на лекциях. Это встать. Ну, может быть, пораньше, если ты хочешь пойти гулять или на работу. Выпить чего-нибудь горячего. Съесть что-нибудь сладкое. И вперед. Ты кого-то ждешь? Ну? Халло. Сотрудник какой-нибудь же должен здесь появиться рано или поздно? Да давай я тебе все расскажу, я все здесь знаю. Нет, спасибо, не надо. Почему? Ну, а вдруг ты мне скажешь опять какую-нибудь неправду? А я поверю. Как мне потом с этим жить? Я тебя хоть раз в жизни так подставлял? Хотя бы в тот самый раз, когда ты мне подарил щеночка вот такого и сказал, что он максимум вырастет. И ты сможешь легко его носить в сумке. Сейчас этому дугу прописали такие процедуры. Вот стою, надо мне узнать, вдруг эти процедуры здесь делают. Мало ли, здесь все делают вообще. Алис, здесь не делают такие процедуры? Нет. Ну, я тебе могу точно рассказать сейчас, какую собаку лучше всего заводить в городских условиях. Сторожить под дверью, громко лаять и бегать за кошками больше не камильфо для столичных собак. В ритме тесного мегаполиса любителям животных все чаще по душе удобные городские породы. Тойтерьер, джекраселы, чихуахуа, йорки и норвичи в топе популярности у московских заводчиков. Вообще, это практически котопес, мы его так называем, потому что он и спокойный, и ласковый, может дома ходить в горшок. Недостаток движения или внимания неприхотливым социальным питомцам восполнит поход с хозяевами по магазинам, в кафе и даже на работу. В большинстве столичных мест живым тамагочи уже не удивятся и даже вынесут мисочку с водой. Я могу ее взять. У меня есть переноски, такой как бэби-слинг, куда помещается собака, как сумка через плечо. Собака помещается туда, закрывается вот тельце ее, торчит только голова. Кроме модных аксессуаров, маст-хэв современного городского пса, одежда и даже обувь по сезону. Даже сейчас он трясется, поэтому это, наверное, скорее больше защита для него, а для нас тоже такой способ выделиться, что мы такие тоже модные, красивые, как все сейчас в Москве. Наряды хозяина и собачки почти всегда подбираются в одном стиле. Стараюсь так, чтобы это сочеталось, как тут. Сейчас мы решили быть спортивными и, соответственно, надели такой костюмчик, более спортивный и, соответственно, еще утренней прогулки. Обновка для четвероногих обходится в среднем от одной до пяти тысяч рублей. Экономить на гардеробе любимца все равно, что на своем, ведь мини-наряд, как правило, завершение собственного образа. У собак есть сезонная мода, кроме того, я знаю, что существует собачий фэшн-вик. Собачьи недели мод задают высокую планку не только одежде четвероногих. Стильную стрижку питомцу в домашних условиях сегодня тоже уже не сделаешь. Сейчас вот модный, это корейский вариант. Когда у них коротко состригаются мордочки там совсем. Модные стрижки, тримминг, лапокюр и спа для шерсти – постоянные ритуалы современной городской собаки в груминг-салоне, то есть собачьей парикмахерской. Пока питомцы на процедурах, владельцы заняты своими делами. Уход за собакой длится разное время. Это может занять от 15 минут до 4 часов. Это зависит от породы собаки, во-первых, то есть ее размера, да, и ее шерсти. И, во-вторых, от того набора услуг, которые заказываются. Так же, как люди находят своего стоматолога или мастера по маникюру, собаки останавливают выбор на персональном груминге. Запись в собачьем салоне под завязку на две недели вперед. Постоянный гигиенический уход полного цикла – главный мотив большинства владельцев животных. Ведь с ними люди теперь не расстаются даже во время еды или сна. Конечно же, собаки нужны им вовсе не для охраны, как раньше. Гуляли в парке, и просто из кустов на нас выбежал кот, который вцепился в нашу лялю, начал ее там теребить, кричать. Мы еле-еле расцепили, немножко пострадали. Парадокс, но сегодня городским собакам и самим охрана пригодится. А скоро, возможно, и личный психолог с диетологом. Али, вот мы сейчас с тобой пойдем, а я так и не успел налюбоваться на фитнес-аэробику. Лень, ты вот вообще никогда не меняешься. Тебе бы все, знаешь, на женщин в обтягивающем посозерцать, да? Ну так все мужчины устроены. А еще мужчины – это взрослые дети. Ну что, пойдем со мной, поиграем? Звучит заманчиво. А вот это мой домашний персональный фитнес-тренер. Приставка PlayStation 3 и контроллер движений PlayStation Move. Так, оп. То есть тебя тренирует приставка? Ну-ну-ну, полегче, это же не какая-то приставка, это же целая система, понимаешь, в которой можно не только гонки различные погонять и какие-то шутеры пострелять. PlayStation Move – это же целый праздник спорта. И как тебя тренирует этот праздник? Ну, при помощи контроллера движений и игры Move Fitness. Ну-ка, заодно выясним, кто из нас в лучшей форме. Ну, ты знаешь, что твои формы мне всегда нравились. Ну, кажется, теперь я начинаю понимать, как тебе это удается. Так, давай, давай. Слушай, здорово. Левый, левый. Отлично, ты знаешь, прекрасная альтернатива фитнес-клубу. А самое главное, это же без посторонних глаз. То есть можно натренироваться и подурачиться. Леня, а тут же есть еще танцевальная игра. Dance Star Party Hits. Да ладно. Приглашаю вас на танец, коллега. Прикольно. Готов? Ага. Давай танцевать? Давай танцевать. Лене, уже пора. Не ожидал такое от игровой приставки. Уже другие движения давно. А что ты говорила по поводу шутеров и гонок? А, мальчишки, все вот такие одинаковые. Только бы погоняться и пострелять. Танцуй, Леня, танцуй. Танцуй по корону. Стой! Это старый я. Ну, Лень, спасибо тебе огромное, что составил компанию. Все-таки ходить в спортзал вдвоем, это намного веселее. Тебе гигантское спасибо за то, что познакомил меня с такой новой, прикольной, крутой игровой приставкой. Понравилось. А, кстати, я хочу спросить одну вещь. А зачем мы приехали сюда снова? Ну как, ну просто воздухом свежим подышать надо же иногда. Подышали? Подышали? Подышали. Поехали обратно к тебе. Я еще хочу поиграть. Поехали. Мужики. Ну что ж, с вами были Алиса Селезнева и Леонид Маргулин. До новых встреч. Поехали.